Внимание друзья! В Кубке нации мы вторые за норвежцами. Максим Максимов в прямом эфире. Тренер нашей сборной по стрельбе. Максим, я от всей души вас поздравляю. Норвег, congratulations! Рядом здесь Старий Бео, Йоханнес. Ребята, молодцы! Great victory! Норвежцы не против, друзья. Мы говорим с Максимом Максимовым о серебряных медалях. Максим, но прежде всего, насколько сегодня все было для вас драматично с точки зрения, я бы сказал, не тренера, а зрителя? Вы знаете, сегодня мы собрали все, что могли. Это и поломанная палка, это какой-то конфуз у Александра Логинова на стрельбе стоя с винтовкой. Ну и, естественно, Латыповский штрафной круг. Блин, ну и волнительный, конечно, финиш. Мы надеялись, что он финиш пробежит, потому что в тех командах бежали более молодые ребята. Но, наверное, для меня это, ну вот, второе место, да, отрадно, но с таким результатом бороться вот с этими ребятами, которые стоят рядом, конечно, сложно. Максим, но я сказал про наших тренеров и про вас, когда вы ставили Латыпову на последний этап, что вы дерзкий. Я бы сказал, что вы еще и наглецы. Вот простите меня, потому что, ну вот, Латыпов и четвертый этап после всего того, что он пережил. Чем руководствовались? Во-первых, у Эдуарда отсутствует соревновательная практика. Сейчас мы с ним поговорили, вот буквально пару слов. Понятно, что он работает на стрельбе по своей старой схеме, та, которая у него наработана. Но именно тонкие функциональные настройки, которые необходимы для стрельбы, немного сбились из-за отсутствия соревновательной практики. Поэтому, ну, я бы за то, чтобы он бежал все-таки эстафету, потому что это, ну, крайний старт до Олимпиады, и где еще набрать соревновательной практики. То, что это последний этап, ну, он должен чувствовать, ну, какую-то ответственность. И, не знаю, ногами он сегодня хорош, по крайней мере, с теми ребятами, с которыми бесит. Понятно, что, ну, да, хотелось бы норвежцев все-таки как-то немного с ним поконкурировать. Придет время, Максим, в феврале. Дай бог, дай бог, мы на это надеемся. Я напоминаю, мы продолжаем разговаривать с Максимом Максимом, что впереди у нас церемония награждения. Мы ее покажем в прямом эфире программы «Бэтлок с Губерниевым». Наших ребят мы ждем, разумеется, и продолжаем обсуждать. Мы увидим команду с медалями, мы увидим пьедестал почета. И Максим Максимов, тренер нашей сборной. Расскажите про проблемы, ну, вот, может быть, я и Сергея Башкирова вдвоем приглашу. Что у Логинова случилось, там что-то с винтовкой было, может быть, подробно расскажете на рубеже. Ну, на мой взгляд, я вот еще не успел его поймать, я думаю, он сейчас придет, все расскажет. На мой взгляд, у него соскользнул палец затвора, и патрон просто выпал. Ему пришлось зарядить другую обойму, и уже даже дорабатывать недовыстреленные выстрелы с запасных. Сергей, поздравляю вас, вы наставник серебряных призеров в этой эстафете. У нас четвертая гонка в медалях в нынешнем сезоне, не без вашего участия, разумеется, и всех тренеров сборной. Седьмая гонка с медалями с учетом прошлого сезона, включая чемпионат мира. Я прошу вас, как личного тренера персонального Логинова, его работу сейчас обсудить. Ну, на стрельбище Максим Геннадьевич был, поэтому он больше скажет по стрельбе, то, что касается по дистанции. Ну, вот пару слов я с ним перекинулся, он сказал, что все-таки еще чувствуется сегодня акклиматизация, и не в оптимальном состоянии. Но с учетом того, что в Пекине будет такая же высота, у нас короткая остановка в Москве, насколько вы предполагаете, что вот к этой высоте в Пекинских горах ваш подопечный будет адаптирован? И ваши подопечные с учетом Цветкова? Ну, я думаю, все ребята, потому что все ребята, которые у нас здесь живут сейчас на высоте, это сократит время акклиматизации уже в самом Пекине. И думаю, что ребята к этому времени, ко времени старта уже будут в боевой готовности. Я прошу вас не уходить, уважаемые наши тренеры. Максим Максимов, Сергей Башкиров, у нас начинается церемония награждения. Мы ждем наших парней, у нас еще многое нужно обсудить с нашими наставниками. Молодые тренеры, прекрасные в недалеком прошлом биатлонисты, доверять нужно не только молодежной дистанции, но и молодым тренерам в сборной команде. Это аксиома. Итак, друзья, мы сегодня видим, как команда чемпионов мира, команда лидеров Кубка нынешнего сезона, сборная команда Норвегии уверенным образом эту эстафету выигрывает. Но согласитесь, друзья, могли ли мы представить, могли ли мы представить до вот этого прохождения даже штрафного круга Эдуарда Латыпова, когда, казалось бы, надежды в эти итальянские ущелья посыпались, но нет. Уходил четвертым, опередил француза, опередил немца. Да, у немцев без Лессера. Без Бенедикта доля великолепного, который нахлобучивал даже норвежцев и Йоханна Субео. Но, тем не менее, это дерзкая немецкая команда, ты попробуй ее опереди. Француз боролся как мог, я просто влюблен в Перрон, огромный молодец. И, ну, не получилось. Но, опять-таки, без двух лидеров Кубка Мира французы бежали. Ну, и у нас сегодня тоже, мы понимаем, было из кого выбрать. И тут и Цветков, тут и Халили, которые планово эту эстафету пропускали в нашей команде. Немцы сегодня третий. И для немецкого телевидения, я думаю, что это огромный праздник, уважаемые друзья. Безусловно. Ну, а что касается второго места, то еще раз хочу отметить, как и у девчонок накануне. Три штрафных круга. А сегодня это один штрафной круг. Мы выстрадали это серебро. Важнейшее серебро. И Бабиков, поломанная палка, вы все видели. Сбился с темпа ритма, волновался, безусловно. Проявил себя поташили к сопернику. Феноменально. Фэр-плей, вот это Бабиковский знаменитый, Серохвостов. 22 года уже адаптировался в команде. Молодец, Данил. Отличный второй этап. Конечно, сражение Саши Логина, нашего опытного мастера. Нашего лидера. Третий этап и Латыпа, в которой важнейшим фактором, я это подчеркиваю, тренеры это знают прекрасно, стрельба на стойке у Эдика. И главное, что и функционал после перенесенного коронавируса, после месячного, фактически, соревновательного отсутствия. Уважаемые друзья, функционал в порядке у Эдика. И мы, конечно, от всей души команду поздравляем. Сработали все, как одна большая, мощнейшая дружина. Этот кулак наш биатлон. И просто молодцы. И Серохвостов отдохнуть на плече у старшего товарища. Ну и, конечно, это Dream Team, друзья. Вместе с французами, безусловно, главные фавориты ведущей Олимпиады. Конечно же, потому что мы понимаем, какая будет битва. Ну а мы, знаете как, скок-скок, может быть, в образе такой, знаете, темной лошадочки, спокойненько, под руководством наших тренеров замечательных, Каминского, Башкирова, Максимова, подойдем к Олимпиаде и будем с ними конкурировать. Я в этом убежден. Будем конкурировать. Потому что вот эта серебряная ласточка сегодня в этих залитых лугах доломитовых альп, это очень хороший предвестник. И у нас с 13-го года не было такого количества медалей, уважаемые друзья. У нас сколько их? 15 уже на самом деле. Да, мы проигрываем первой тройке и Швеции, в том числе пропускающей Франции и Норвегии. Но в любом случае, мы в Кубке наций вторые у мужчин, мы французов превзошли. Стоит дорогого, уважаемые друзья, стоит дорогого, безо всякого сомнения. Просто невероятный, невероятный январь. У нас еще и впереди будет женский мастар сегодня. Не пропускаем, друзья, мы продолжаем находиться в ожидании парней в эфире. И, конечно, вот этот пьедестал, это солнце доломитовых альп, и это настроение у всех болельщиков без исключения. Потому что вот опять Максимов с Башкировым, молодцы парни. Вы даже не представляете, какая у нас сейчас аудитория. Десятки миллионов человек, влюбленных в биатлон. Кому привет? Всем привет, и Якутии, и всем, всем безусловно. Максим Максимов, в семье передают ребята, это очень важно. Мы ждем наших спортсменов. И сейчас важный сюжет про Эдуарда Латыпова в нашей программе. Эдик, с возвращением мы тебя ждали. Внимание на экран. 18 декабря прошлого года. Анси. Латыпов делает серебряный дубль в связке спринт-пассьют. Выходит на пятое место в тотале, проигрывая всего лишь 8 очков лидеру. Да, на следующий день после мастарта отставание вырастет, но пятая строчка сохранится. А вместе с ней и негласное звание лидера команды. С таким приятным багажом Латыпов отправлялся в Олимпийский 2022 год. На шестой день которого сдал положительный тест на ковид. Записывая первое интервью под окном у Эдуарда, мы все еще надеялись, что тревога ложная. Когда получил положительный результат, как отреагировал? Какие мысли в голове были сразу? Сомнительные тесты, думаю, что ничего нет. Но сейчас сдал второй тест. Для подтверждения надо будет знать точно, что есть или нет. Сейчас есть ли тревога, нервозность или по самочувствию есть уверенность, что он будет отрицательный? Посмотрим. Пока тревоги нет, даже если что-то и будет. Подстроимся, поменяем. Я думаю, что если без симптомов все пройдет, то будет хорошо. Дальше продолжим работу просто и все. Я думаю, что все будет и делать. По требованиям местных властей две недели карантина. А значит, минус два с половиной этапа Кубка мира. Изоляция. И возможность покидать номер лишь на два часа в день. Ни с кем при этом не контактируя. Сегодня уже девятый день карантина, и я тренировался, получается, шесть дней подряд. И нужно немножко отдохнуть. Сегодня вот день отдыха. И у меня есть два часа, чтобы прогуляться. В случае Латыпова заставил всех оцепенеть. Как же страшно. За месяц до Олимпиады. Но некоторые вспомнили о взаимовыручке. Причем по своей собственной инициативе у нас на интервью. Что бы вы пожелали нашему Эдуарду Латыпову, который заболел ковидом? Он дома или в Оберхофе? О, глупый вопрос. Понятно, что здесь, в Оберхофе. Я думаю, для лучшей формы... О, если ему нужен велосипед, велостанок, туфли. Скажите мне, все смогу дать, что ему тут пригодится только для тренировок. У Эдуарда в номере стоял обычный велотренажер. Эрик Лессер передал профессиональный шоссейный велосипед. Вместе с ним станок, туфли, контактные педали. Но, как выяснилось, в последствии не только это. По секрету еще скажи, что Лессер тебе не только что-то для тренировок передал, еще и для досуга. Я не скажу. Не, на самом деле, нет. Он вообще в этом большой молодец. Он в этот же вечер мне написал, говорит, я понимаю, что тебе велосипед – это хорошо, но и нужно разгружаться психологически. И он мне дал свою приставку в Нитенда. Вот мы... Вот он мне написал, Доминик Винтиш, говорит, давай, заходим онлайн, будем играть в выходные дни все вместе. То есть там и канадцы играли, и мы. То есть было весело, то есть не так скучно. Это интервью уже в Аталянтерсельве. Сюда Эдуард прибыл 20-го числа поздно вечером. 21-го провел единственную тренировку здесь, перед мост-стартом 22-го. Начал гонку Эдуард размеренно. На первом рубеже отработал без промаха. А на втором неверно оценил ветер и допустил аж 4 непопадания. На стойках еще 2 плюс 2. В итоге 8 и 25-е место. Особо не дергался и не старался там позиции отыгрывать. Шел своим темпом. И, в принципе, и следующие руки так же. Но с каждым кругом, несмотря на то, что я стрелял много штрафов, сил как-то становилось больше в плане внутренних как-то. Я понимал, что я не устаю, но уже в конце я не стал себя выворачивать, чтобы не сделать хуже, как минимум. Ну, то есть, глядя на минуту 11 отставания ногами, все видать, и нам сильно не пугаться, не тревожиться? Ну, при такой гонке не сказать, что прям плачевно все, но работаем дальше. Внимание, друзья, мы возвращаемся в прямом эфире. И давайте рукоплескать все вместе нашей эстафетной четверки, которая сегодня не просто выиграла серебряные медали. Четвертый подиум в сезоне, седьмой подиум подряд, парни. Мы обыграли французов в Кубке нации, мы вторые за норвежцами. Я всех поздравляю искренне, вы огромные молодцы. Команда «Кулак» и «Эдик», первый вам вопрос. Заставили всех поволноваться, но откуда силы-то? С учетом феноменального финиша, прежде всего. Ну, я работал все-таки, крутил педали, так скажем, на карантине. Это лестерский велосипед. Да, да. Ну, да, конечно, смежные чувства сегодня, не справился с стрельбой, но... Это потом будет тебя рассуждать, Максимову объяснять, как все поддержали, и парни, и последний финиш. Ну, силы, да, были, я чувствовал, что могу, и сегодня самочувствие было хорошее, и вот все, что смог, все выложилось на дистанцию 100%. Ребята, а вы как-то поддерживали Эдуарда? Всем сейчас вопрос, с учетом того, что он месяц без стартов и всех тех проблем, которые были накануне, Антон. Ну, я думаю, что Эдуард должен был ощущать нашу поддержку. Мы созванивались с ним, когда он был на карантине, мы не сомневались с ним, как в эстафетном бойце. Знали, что вчера у него была такая, скажем, прикидка, но сегодня он будет все равно... покажет все, на что он способен, и он это доказал. Ну, и все ребята молодцы, на самом деле, конечно. Просто каждый этап сегодня работал как мог. Даниил Сырохвостов, наш блестящий второй этап. Вы гладите сейчас медаль. Ей приятно, мы это знаем и всем нам. Зачем? Да, она грязная. Ну, ладно. Да. Но уже какие-то чувства есть? Привыкаете к тому, что вот на подиуме с сильнейшим и рядышком Даниил? Да нет, как бы не привыкаю еще. А пора бы? А? Пора бы? Да не, не, рано еще. Почему рад? В феврале тогда, что ли? Ну, в феврале. Саш, вам вопрос, когда опаздывал немножко на эфир сейчас Сырохвостов, отмывая медаль. На вопрос, где молодой, Логинов сказал, я здесь. Саш, ну, возраст рассветный для биатлонистов, безусловно. Что чувствуете сейчас? Потому что сегодня действительно команда сработала как большой яростный кулак. Ну, да, на самом деле, наверное, сегодня, может быть, не все гладко сложилось. И были падения, и сломанные палки, и осечки, и блестящий финишный круг у Эдика. Но, на самом деле, я очень рад, и я рад, что получилось порадовать болельщиков. Отличный результат для того же Кубка наций. Слушайте, как вы справлялись с дистанцией? Потому что мы видели, как несчастный белорус улетел, он просто там закопался в этом снегу. И как он только жив остался невероятный. Расскажите про то, что на трассе происходило в контактной борьбе. Думаю, Атон может рассказать. У него была сегодня борьба контактная такая хорошая. Да нет, на самом деле, сложный, очень сложный поворот. И к нему надо действительно приспособиться. Плюс есть такая небольшая проблема перед тем, как начинаются гонки, и его наполовину закрывают. И все спортсмены, все сервис-бригады проходят по внешнему радиусу. Там образуется небольшая колея. В тот момент, когда этот ограничитель убирают, мы, получается, на большой скорости влетаем в этот. А избежать как-то можно? Ну, я, например, немножко приставал и потом резко старался резать угол. Кто-то, может быть, где-то с плугом заходил. Кто-то, говорю, может быть, уже на фоне усталости не справился. Поэтому, да, тяжело. Мы сегодня видели, вот, как Антон волновался с учетом поломанной палки. Данил, но вы на втором этапе работали, ну, просто как лучший организм и механизм. Вот на что вы себя настраиваете в эстафете, например, да, когда видно, что Бабика в борьбе, например, да, но мы чуть уступаем. Я даже перефразирую свой вопрос. Каким органом ты себя ощущал? Да, да, вот Саша молодец. Саша поправляет, как профессор биатлона, это важно. Каким органом, так сказать? Тут можно поподробнее, Данил. Ну, на самом деле, я себя настраиваю на то, чтобы передать эстафету первым. И, в принципе, все. И делаю все для этого, что могу. Эдуард, я ни за что не поверю, чтобы вы, ну, как-то вот заранее не прокручивали, особенно, когда вас еще на последний этап тренера четвертый поставили. Потому что я уже сказал, что это такое, ну, очень дерзкое решение тренеров в этой ситуации. Вот когда вы объявили ваши эмоции, вы бежите в четвертый этап. Ну, я настраивался так же, как обычно. Но понятно, что есть какие-то моменты, что не в плане как-то уверенности, а то, что непонятность своего состояния. И, в любом случае, я готовился выступить так же, как и всегда. Но вот пока видно, что еще не готов до конца именно в эту соревновательную сезю я еще не вошел. Нужно отработать, и я думаю, что все будет хорошо. Парни, и самое последнее. У нас заключительная с вами встреча перед Олимпиадой. Следующая уже будет в Пекине, да и то на таком почтительном расстоянии. И с учетом того, что сегодня я попросил написать людей мне в социальной сети, какое количество у нас регионов смотрит, у меня все рухнуло. То есть там больше 20 тысяч комментариев, после чего просто было невозможно считывать. Поэтому сейчас еще раз я хочу сказать, прямой эфир программы, ребят. Перед Олимпиадой и ваши абсолютно любые слова, потому что поддержка феноменальна. Вся страна смотрит биатлон. Пожалуйста, вот камера, а я удаляюсь. Спасибо большое, дорогие болельщики. Нам очень приятно, что вы за нас болеете. Это нас мотивирует, дает нам силы. Приятно читать хорошие слова. Мы сделаем все, что в наших силах на Олимпиаде и привезем медали. Соглашусь с Даниилом. Мы будем выкладываться на 100% и сделаем все возможное, чтобы радовать вас только победами. Наверное, я хочу сказать, что это заключительная гонка перед Олимпийскими играми. И давайте будем надеяться, что это была наша черная полоса сегодня, хоть и мы на пьедестале. А дальше будет только белый. И увидимся. Спасибо, что вы есть. Мы стараемся. Спасибо. Антон, ну и вам не унывать на самом деле, потому что тоже, если завтра в поход вынесут, я не сомневаюсь, что вы поддержите в любом случае по полной программе. Кстати, Бабикова иностранные журналисты ждут особого нетерпения, потому что ко мне человек 15 иностранцев подошли и сказали абсолютно идеальный английский. Пример для всех, Антон. Вы просто король еще и король интеллектуал. Вы мне льстите. Я только присоединись к предыдущим словам, что спасибо всем за эмоции, которые вы испытываете, которые вы нам дарите, которые мы дарим вам. Потому что все это ради эмоций, которые будут наполнять нашу жизнь. Спасибо всем. Спасибо. Без травмы и болезни. Поздравляем, ребята. Спасибо. С серебром. Спасибо. У нас реклама, друзья. Дальше мы будем продолжать. Вот это биатлонное, замечательное послевкусие. После такой совершенно невероятной, волшебной, безумной гонки. А впереди еще женский масс-старт. Так что у нас, можно сказать, все только начинается сегодня. Прямо в эфире программа «Биатлон» с Юрием Каминским и Дмитрием Губерниевым, старший тренер нашей мужской сборной. Юрий Михайлович, вы сказали минуту назад, что как будто сами гонку пробежали. То там, то сям покалывает. А Серохвостов все-таки любит телевидение. А телевидение любит Серохвостов на дальнем плане. Спрятался, Юрий Михайлович. Потом в тык дадите. Ну, если серьезно, очень все нервно. Ну, еще бы, конечно, очень нервная гонка была. Ну, как бы настраивались побороться с норвежцами. То есть прям плотно побороться? Ну, как помните, практически все этапы, когда выступали сильнейшими составами норвежцы, мы все время цеплялись за них, как говорится, пытались зацепиться, но немножко чего-то не складывалось и не получалось. То у одного спортсмена, то у другого. Вот. Но сейчас в преддверии Олимпиады, конечно, хотелось бы их немножко напрячь, чтобы они волновались, вот, чтобы они потеряли уверенность где-то, может быть. Ну, еще успеют потерять. Если в феврале немножко поддушить, мы знаем, когда норвежцы, как вот золотой состав немецкой команды, когда соперники рядом, они дрожат. Мы это знаем. Я думаю, что вы это тоже анализировали. Да, конечно. И именно в этом аспекте мы и хотели сегодня побороться с ними на равных, что называется. Но как-то с первого этапа не заладилось Антона сначала. Когда палка сломалась, вот вам доложили, о чем подумали? Я ни о чем не подумал. Чтобы быстрее дали, хотелось бы. Дальше второй этап задачи для Серохвостова с учетом отставаний. Ну, Серохвостов-то как раз достойно. Он сократил разрыв до 13 секунд. Вот. И как бы оставил в борьбе. Тут, к сожалению, у Саши не получилось со стрельбой. Ну, Саша, тем не менее, все прекрасно понимает. И мы очень надеемся, что все будет нормально. Эдуард Латыпов на допинг-контроль. Эдик, поздравляем еще раз. Молодец. Так держать. Вы, конечно, дерзкий дядька, Юрий Михайлович. Поставить Латыпову финишером, это надо уметь. Расскажите, о чем думали в тот момент, когда формировали состав. И почему именно Эдик последний этап? Ну, во-первых, он после болезни. И хотелось, чтобы он все-таки уверенно свернул себя. Сегодня в стрельбе это не получилось у него. Но все равно неудачно. Как сказать, на втором этапе на стойке получилось? На стойке, да, все было хорошо. И все-таки, ну, немножко другая обстановка, конечно, будет в Пекине. Может, даже более нервная. Конечно, хотелось, чтобы вот с этих позиций он получил практику, которую ему сейчас не достает. Но функционально он почти в порядке. Функционально, да, близко уже к своим хорошим кондициям. Ну, так и рассчитывали, что он будет постепенно набирать. Вот. Теперь надо... Ну, функционал, он связан в какой-то степени со стрельбой. И думаю, что здесь тоже все будет улучшаться. Вы тоже понимаете, что и как делать с Максимом Максимом в этом компоненте? Да. А дальше команда 24-го в Москву, 25-го экипировка, 26-го в Китай. Все вместе? 25-го в Москву, 26-го экипировка и в Китай. И в Китай сразу же? Да. Все там дальше, программа о климатизации, где жить и так далее. Все знаете, все понимаете, что делать? Да нет, конечно. Скажите, с учетом того, что сейчас в Китае, по некоторым данным, уже там никто еще почти не приехал, но 72 положительных случая в связи с коронавирусом. А не общались со старшими товарищами? Может быть, Бабикова взять поближе к Китаю в качестве запасного? Кликнисты вот шестерых везут. Еще не обсуждали. Ну, наверное, стоит подумать. Да. И я думаю, будем обсуждать эти варианты. Это важно. Юрий Михайлович, искренне поздравляю вас. Спасибо. Блестящий лыжный, тренер олимпийских чемпионов. И я подчеркиваю, блестящий биатлонный тренер. Победа еще впереди. Я не сомневаюсь. Юрий Михайлович Каминский, спасибо. Спасибо нашему наставнику. У нас сейчас, друзья, как раз материал про Антона Бабикова, про человека, который первым запасным является на Олимпиаду. И, конечно, это действительно, ну, может быть, даже такое горе спортивное, что не едет он для амбиций, для всего того, что чувствует российский спортсмен, чемпион мира Антон Бабиков. Но как бы там ни было, пока он не заявки, но если будет нужно, без сомнения, Бабиков очень пригодится команде. Внимание на экран. Идти или сохранить мотивацию? Как застоя заставить себя? Знаешь, я перед стартом этого сезона смотрел сериал про Майкла Джордана. И там говорилось зачастую, что для него главное, чтобы попался какой-нибудь раздражитель. И тогда он был непобедим. Вот я хочу найти себе такие же черты. Я знаю, они во мне присутствуют. Просто иногда из-за доброты душевной не злюсь. Но я думаю, что если я разозлюсь, будет лучше. На кого разозлился, до сих пор скрывает. Но разозлился конкретно. 4-0. Первое место. Получите, распишитесь. Перед гонкой говорили, что нужен был раздражитель. Судя по всему, ты его нашел? Я его нашел, да. Я его нашел все до гонки. И это помогло. Поделишься с нами? Это будет некорректно. Речь, понятно, не о ком-то из партнеров. Вся наша пятерка Олимпиаду заслужила. Все и Бабика, в том числе, понимают, что сейчас невозможно принять решение, которое устроит всех. Но я чаще думаю об этом в том ключе, что наша команда заслужила шестерых спортсменов на Олимпиаде. И хотелось бы, чтобы произошло такое чудо. Я ее скажу, слушайте, да, мы, наверное, пересмотрим все. Или летите шестером. В прямом эфире продолжается программа. Биатлон с Дмитрием Губерниевым. Сейчас важная история. Обратили внимание, как спортсменов здорово потряхивают перед стартом. Но в Пекине-то волнение будет еще больше. Чего дальше ожидать в психологической точке зрения? Дмитрий Занин проанализировал и научные работы. Пообщался со специалистами, с нобелевскими лауреатами. И подготовил материал на важнейшую тему психологии в биатлоне. Предстартовый стресс спортсменов ученые исследуют уже давно. И ключевой факт, что в той или иной мере стресс этот испытывают все атлеты. Даже самые великие. Начинаться он может уже на сборах перед соревнованиями. Но гораздо чаще разгоняется непосредственно перед гонкой. Практически у каждого есть как минимум одна такая история. А у многих гораздо больше. Руки дрожали. Я уснуть не мог. Мне все уколотило. Пульс просто так высокий был. Ты боишься выглядеть плохо. Что не сможешь показать то, на что ты способен. Я, например, поднималась по лестнице, у меня не было сил подняться по лестнице. У меня, например, какой-то был мандраж очень жуткий, что у меня ноги не слушались, и как будто не было вообще сил. И когда мы смотрим на спортсменов перед гонкой, мы даже понятия не имеем, что они перед этим пережили. Тирель Экхов как-то рассказывала, что одно время ее из-за стресса даже тошнило перед стартом. Естественно, такое состояние сказывается на физической форме. Даже если готов ты блестяще, тебе просто страшно, и все рассыпается. Я выходил на старт с таким же состоянием и не понимал, как бежать. И уже на прострелке понимал то, что у меня вообще сил нет. Я там и всякие гели выпил, и изотоника куча выпил. Ну, думал, углеводы, короче, выпил. Думал, что это поможет, но это не помогло. Я понимаю, что все дело в голове, что типа организм готов, просто ты не можешь себя успокоить. Да. Я знаю немало примеров, когда очень сильный спортсмен не может унять эти переживания. И в итоге в гонке он выступает не пойми как. В нем мощнейший потенциал, но он никак не может его раскрыть. И после этой гонки я поговорил с психологом. Она мне помогла. На следующей гонке я вышел в суперформе. Он так просто сам у себя там отыграл секунд 40, наверное. Судя по общению со спортсменами, самые напряженные периоды – это ожидание гонки в отеле. Особенно если она вечером, и ты просто не знаешь, чем себя занять. И еще момент приезда на стадион. Каждый раз одно и то же. Я начинаю бесконечно думать о гонке. И накрывает ощущение, будто я вообще впервые в жизни сейчас выйду на старт в биатлоне. Я словно забываю ключевые вещи. Как стрелять стоя, лежа. Вообще все вылетает из головы. Просто к тренеру подходила, ей головой в жилетку уткнулась и говорю, все. Типа, я волнуюсь. Она говорит, не волнуюсь. Все, отпускала, я уходила. Бывали такие моменты, что тебе просто хотелось кому-то просто рассказать, что я волнуюсь. Она говорит, не волнуйся, и все, и ты уходишь. Какой-то нормально. Важно отметить, что ученые различают два вида стресса. Первый – это дистресс. Он разрушающий, и его нужно контролировать. А другой – эу-стресс, позволяющий показывать более мощные результаты. И вот это ощущение знакомо топовым спортсменам. Иногда меня прям трясет перед стартом. Но я уже понял, что это все на пользу. Чем сильнее переживаю, тем лучше результаты. Другое дело, что такие ощущения бывают не всегда. Иногда просто скучно перед гонкой, и вот это уже плохо. Ну а что делать со стрессом, который только истощает? Тут каждый ищет свои приемы. За годы в спорте можно подобрать ключ собственным нервам. Я не могу сказать, что подойдет другим, но для меня важно сказать себе. Даже если ты испытываешь физическую боль, если на колено нервы, то не ты один такой, нервничают все вокруг. Я очень серьезно готовлюсь к психологически за день до гонки. Я медитирую и стараюсь контролировать мышление, отгонять ненужные мысли. Это все помогает мне понизить уровень стресса. Я думаю, что самая главная вещь для подготовки к гонке – это хороший план. Когда ты четко знаешь, что будешь делать в каждый момент гонки. Как бежать, как стрелять, что делать, если ветер, а если ты борешься на финише. Все эти вопросы и рождают страх. Но когда у тебя есть план на любую ситуацию, ты чувствуешь себя гораздо увереннее. И просто представьте, какой уровень стресса будет у спортсменов на Олимпиаде, к которой они готовились 4 года. Поэтому на играх мы часто видим совсем неожиданные результаты. Но именно там топовые спортсмены доказывают свое величие. Продолжается в прямом эфире программа «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Сегодня, кстати, по многочисленным просьбам повтор, уважаемые друзья. Во сколько там, ребята? В 21.30 по Москве. Еще раз эстафета, еще раз эстафета. Этот серебряный невероятный финиш. 21 год комментирует, такого не видал, честное слово. Ну и возвращаясь к тому, что происходило в эти дни в Доломитовых Альпах. Вот принцип честной игры. Вы знаете, я в мигзоне нахожусь. Если у нас, например, свет вдруг ломается, рушатся коллеги, заботливо. Эстонцы, шведы, норвежцы, немцы поворачивают свои софиты, помогают нам работать. И вот накануне фэрплей, когда у белоруса отстегнулась лыжа, литовец помогал. И вообще самые блестящие примеры честной игры в биатлонии и в лыжах. А спикеры какие? Закачаетесь! Внимание на экран. В мужском Мастарте произошел любопытный эпизод, возможно, удививший массового зрителя. Здесь у белоруса Антона Смольского отстегнулась лыжа. И шедший следом литовец Витаута Строля успел ее поймать и передать обратно владельцу. Когда посмотрел, что я без лыжи, хорошо, что это произошло именно на этом участке трассы. Если бы произошло на спуске, были бы хуже последствия. Когда я вернулся, увидел, что Виталтос мне уже несет лыжу. Причем это был очень добрый жест. Я считаю, что это человек с большой буквы. Антону чуть-чуть не повезло, но я как раз был за него тогда и успел взять эту лыжу и подать ему. И мне было это точно не тяжело. И я надеюсь, что на такой же ситуации много спортсменов сделал то самое, как я. И даже несмотря на то, что я отобрал у него две медали, можно сказать, в предыдущих гонках это был добрый жест. Так, что у нас всплывает в памяти из примеров фэйрплей? Фуркат Ван Си в 2013-м со злости сломал палку Линстрину, раскаялся и отдал свою. Ну, за примерами можно сходить и в лыжные гонки в сезон 19-20. Мастарт в норвежском Мирокере. Более 30 километров одним кругом, без заезда на стадион. Ломает палку наш лидер Александр Большунов. Тренеров поблизости нет. Я услышал такой щелчок, то, что сломалась палка. Посмотрел сначала на свои, вроде целая. Потом услышал неразборчиво, Дэн, дай палку. Я сначала, ну так, не воспринял, потом слышу еще раз, дай палку. Я не раздумывая снял палку, дал Саньку, потому что у нас Санек лидер и борется не только за победу в скитуре, но и в Кубке мира. Я не раздумывая отдал ему свою палку. Он какое-то время еще держался в лидирующей группе с одной палкой, пытался сместиться влево, чтобы махнуть в камеру. В итоге потом, по-моему, Серега Лупухин дал мне палку, и она оказалась 167, а я бегаю на палках 160. Я начал снова кричать, Саня, Саня, давай поменяемся палками, простовка твоя. В итоге он меня с трудом, но услышал. Мы остановились, поменялись палками и продолжили гонку уже со своей ростовкой палок. Мы друг другу помогаем. И когда на гонке кто-то не успевает попить, то партнер по команде, товарищ, передает бутылочку ему. Может сделать пару-тройку глотков, чтобы ему легче бежалось. Это фэрплей внутри команды. Мы же больше пытаемся вспомнить случаи интернациональной взаимопомощи. И такой пример есть. На чемпионате 2013 года в Альдофиеме на полтиннике Дарьо Колония уже стал отрываться с Олсоном от нас, от группы. И так получилось, что упал и потерял скорость. И ключевой момент гигантскому сожалению останется за кадром, но вы поймете, о чем речь. Мы шли во второй группе, и я издалека крикнул Дарьо, чтобы он садился. И на скорость его подтолкнул, за что он и сказал огромное спасибо. Ну а на финише он был вторым, а я четвертым. Так что мы тоже помогаем спортсменам, которые из других стран. Если возможно кому-то помогать, так это счастье. Счастье для меня и вот это. Это же одна большая семья биатлона. В прямом эфире программа «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Но ведь мы не забываем в рамках нашей программы и о братьях по оружию, о наших лыжниках замечательных, в которых мы верим, на них надеемся и уповаем. Как проходит предолимпийская подготовка у наших лыжебежцев. Подробности у Андрея Романова. Выйти на ногу, выйти. Ручками помоги себе, махом. Помоги себе выйти на ногу. Вот, выйти. Хоп, поближе под нос ноги. И продвижение стопы вперед, в сторону. Лыжная сборная России к Олимпиаде готовится в Италии, в разных местах. Группа Юрия Бородавка после турдески провела сбор в Тоблохе, а сейчас осела в Сайзеральме. Это примерно в часе езды от Альпичермис. После тура отдохнули. Там пару дней полностью без тренировок было. Вообще без тренировок. У Бородавки такое бывает? Бывает, к счастью. Но эти дни пролетели очень быстро. И приступили к новой работе. С новыми силами, так скажем. Но все равно, если бы съездить домой, именно в психологическом плане разгрузиться, наверное, не столько устаешь в физическом, а эмоциональном. Домой очень хочется, но все понимают, насколько это опасно. Подхватить новый штамм коронавируса можно где угодно. Для спортсменов это будет сродни катастрофе, поскольку они, во-первых, должны как минимум 10 дней находиться в этой стране. И второе, это 21-дневный карантин. Поэтому в какой-то степени это решение было оправдано с точки зрения ковидной ситуации вообще в мире. И для спортсменов, которые действительно столько готовились подвергать себе такому риску, то это все-таки неправильно. Это касается и отмены предолимпийских этапов Кубка мира. Для начала такое решение многих удивило, потому что Александр Большунов во Франции и Словении мог отыграть отставание от норвежца Клэба в общем зачете. Но сейчас и Сан Саныч смотрит на ситуацию иначе. Вначале-то я много об этом думал, потому что все-таки хотелось бороться на уровне, но в начале сезона не так все гладко получилось. И после уже эта мысль отпустилась, сконцелировалась уже на другом результате, который главнее и важнее. Все подчинено Олимпиаде. Группа Крамера в эти выходные должна была выступить на континентальных стартах в Эберсдорфе, но Маркус отказался от этой идеи. Причина та же – коронавирус. Соревнования они заменят интервальными и контрольными тренировками. В среду на интервалке Устюгов прислушивался к себе. На одних отрезках отставал, на других откровенно куражился. Вот как здесь, там, где идет Сергей Спуск, он обгоняет до Фабиани, Мальцева и Турышева по встречке. И я только ценой сильнейшего закисления не попал с камерой ему под лыжи. Берем локтат после моей забежки очередной. За ребятами. 9 и 1. Это плохо? Это очень много. Это ты хорошо готов. От большого желания Устюгов во время одного из ускорений даже сломал палку. Сергею сейчас очень хочется соревноваться больше. То есть он очень много тренируется, он все просит соревнований, соревнований дайте мне. Мы же здесь уже были летом, поэтому я уже такое место для меня знакомое. И... Встюгов там возмущается? Встюгов, да, уже быстрее меня торопят домой, надо быстрее домой уже. Здесь на Паса Лаваце готовятся еще две группы, Олега Перевозчикова и Егора Сорина. 29 января вся команда соберется вместе и из Милана отправится на Олимпийские игры. Вперед на Пекин с Верой в российские лыжи, в российский биатлон, уважаемые друзья. Это программа в прямом эфире биатлон с Дмитрием Губерниевым. А сейчас внимание, сразу после очень короткой паузы вы, наши дорогие болельщики, увидите себя по телеку, потому что мы собрали большой материал, вы присылали нам свои видео, где желали удачи, поддерживали российский биатлон. И я хочу каждому из вас в ноги поклониться, потому что вы действительно по-настоящему феноменальная поддержка и опора российских спортсменов. Сразу после паузы пожелания наших болельщиков. Ваши пожелания, друзья. Внимание, в прямом эфире продолжается программа биатлон с Дмитрием Губерниевым. И материал о том, как вы, уважаемые друзья, поддерживаете наших спортсменов. Компилировал все это Дмитрий Занин. Вы прислали огромное количество, тысячи и тысячи видеоматериалов. Какие же вы все молодцы. Смотрите и радуйтесь. Мы команде обязательно это все кстати. Чуть позже покажем. Еще я вам привет из Сибири, из нашей снежной и морозной Сибири. Привет из Республики Алтай. Мы из Астрахани. Привет из Екатеринбурга. Нижний Новгород с вами. Всем привет из Красноярска. Город Уфа, Республика Башкортостан, конечно, болеет за нашу биатлонную сборную. Я из города Краснодар. Я простой пенсионер. Иркутская область, город Братск. Привет, Мач-ТВ. Мы из Челябинска. Урал с вами. Любим вас, болеем за вас. С вами вся Россия. Люблю вас и всех уважаю. И желаю вам всех достойных побед. И хочу, чтобы вы всегда выигрывали. Это река Амур. Граница с Китаем. Сам Китай. Олимпиада будет без зрителей. Но поддержку болельщиков, уверен, вы будете чувствовать. Мы вас любим. Мы в вас верим. Мы болеем за вас. Я хочу искренне, от всей души, пожелать вам удачи на всех ближайших соревнованиях. Я желаю вам крепкого здоровья, терпения. Силы воли, неиссякаемой энергии. Чтобы они в первую очередь верили в себя. Все негативные мысли, все сомнения оставили дома. Сражайтесь честно, достойно на Олимпиаде. Громких побед. Вы нам дарите такие эмоции, не передать словами. Мы всегда за вас очень переживаем. Самое главное, чтобы вы не волновались. И сделайте свою работу просто хорошо, как вы умеете. А во время гонок остается только кайфовать от той работы, которую вы делаете. И чтобы вы внезапно не заразились чем-нибудь. Хочу пожелать скорейшего восстановления Светлане Мироновой. И отдельно хотелось бы, конечно, пожелать Эдуарду Латыпову. Так как он болел, хочется, чтобы он чувствовал себя прекрасно. Мой сын – это моя гордость. Гордость нашей школы. Максим, я желаю здоровья, успехов на Олимпийских играх. Ну а мы, болельщики, обещаем поддерживать вас всей нашей большой спортивной семьей. От маленьких деревень до больших городов. Здоровья. И удачи. Мы будем за вас болеть. Мы будем смотреть каждую гонку, болеть за вас и радоваться вашим успехам. Бежим вместе с вами, стреляем вместе с вами. Помните, что мы всегда с вами переживаем ваши промахи и всегда радуемся вашим победам. Просто текут слезы радости, слезы счастья. Мы обнимаемся, мы прыгаем, мы скачем. Я вот там, бывает, ломаю со столы. Мы будем за вас переживать, болеть, кричать. Я буду болеть за вас так, что все соседи под подушки залезут в свои машины, на улице сигналы включат. Давай, Карим, беги, беги. Давай, 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 давай. Сашик, сильней. Чильней, Итош, вставайся. Сашик, давай. Давай, Сашик, сильней, сильней, сильней. Сашка, сильней, сильней. Друг мой, вспомни свои труды. Сколько сил тратил ты с года в год. Так иди до конца и терпи. От тебя лишь зависит исход. Если даже вы промахиваетесь, ничего страшного. Идите к цели. Мы вас верим. Пожалуйста, вы должны это чувствовать. Мы вас так поддерживаем. Вы даже себе не представляете. Пожалуйста, мы вас верим. Нашу сборную команду ждет победа и успеха. Я очень надеюсь, что наша поддержка дает вам силы и уверенности. Вы уже достигли первого места в наших сердцах. Мы вас любим. Таганрог верит в вас. Мы здесь. Вы там. Но мы с вами. Чтобы вот такие вот золотые медальки у вас были на Олимпиаде. Мы вас верим, гордимся и любим вас. Я желаю вам удачи. Олимпийского золота. Ребята, будьте единой командой. Вы можете бороться за медали и за победу в каждой гонке. У вас обязательно все получится. Веруй в себя, потому что мы верим в вас. Вы самые лучшие. Ни пуха, ни пера. Давайте, ребята. Ура! Все вы сможете. Удачи. Болельщики, ну вы просто фантастически. Вот мой коллега Йохан из Швеции увидел и просто обалдел. Live report. What do you think about fantastic Russian battle and fans, Йохан? They're very, very good. A lot of energy like you. Мощная энергия, как у меня, как у тебя. Абсолютно, да. Йохан, good luck. Good luck, шведский друг наш, друзья. А сейчас своеобразный ответ нашей биатлонной сборной. Вот на все то, что вы сейчас видели. Это тоже очень важно. Обратная реакция команды, друзья. Ты бы что хотела пробежать на Олимпиаде? Ну, стандартно это связка спринт-пасют, эстафета и мастарт. То есть ты в мастарт попадаешь по итогам предыдущих гонок, да? Ну, да. Мы едем не просто так, что сборная России едет на Олимпиаду, да. Мы хотим все-таки бороться и показывать как минимум лучшие результаты для себя. Ты как себя ощущаешь вот в преддверии этих игр, что ты едешь туда? Заигрывать? Ну, в смысле, что за... Я для чего туда еду-то? Для чего каждый человек едет на Олимпиаду? Ну, типа, не потусить, нет. Мы проходим огромный долгий путь, чтобы туда поехать. И, ну, блин, сказать, что я еду туда, ну, пробежать... Нет, да, я буду кайфовать 100% каждый день, от каждой гонки, от каждой тренировки. И никогда не была в Китае. И даже просто... Просто находиться там будет кайфово. Но при этом цель-то у меня, естественно, золотая медаль. Брос, прикинь, Ирина Казакевич, олимпийская чемпионка. Офигенно же. Да, хорошо звучит. Ну, я думаю, что в женской эстафетной команде нас не считают фамовритами именно в борьбе за солото. Я думаю, что это чудо должно произойти с нашей командой. По крайней мере, я в это верю. Идеальный финал Олимпиады для тебя? Ну, наверное, так сказать, со звоном уехать оттуда. Слышишь, тебя знаменосцам сделают на закрытие? Не хочу загадывать ничего, тем более так далеко. Я был честен самим с собой и отдавался полностью к этой подготовке, к этой Олимпиаде. Я надеюсь, что я смогу показать результат тот, на который я готов. И не будет мне за него стыдно. Мы будем стараться изо всех сил бороться до последнего. И завоевывать медали. Я бы хотела сказать, чтобы, несмотря ни на что, наши болельщики верили в нас, поддерживали. Мы в любом случае сделаем все, что в наших силах, порадовать всех. Мы будем делать абсолютно все, на что мы способны. Будем делать больше, чем мы можем. Честно, я надеюсь, что мы вас будем радовать. И мы туда поедем, очень сильно будем стараться. Спасибо вам. Спасибо вам большое. И смотрите нас на Олимпиаде. Мы желаем огромной удачи. Мы держим кулаки за наш биатлон, за наш зимний спорт. Мы верим в здоровье наших спортсменов, в отличное выступление. Давайте беречь друг друга, уважаемые друзья. Вы смотрели программу «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Мы в прямом эфире в ожидании женского масс-старта, где у нас целая россыпь девчонок побежит заключительная предолимпийская гонка. Ну а сейчас, в конце нашей программы, перед программой «Все на матч» еще раз. Вот то, что сегодня, как в том произведении, друзья, лепишь, творишь, малюешь. Это про наш биатлон. Это про Эдика Латыпова. О, это чудо, ты меня любишь. Здесь держаться, Эдик, держаться, 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 не сдаваться. Ну каков Латыпов, каков Латыпов. Латыпов, француз, дрогнул, безусловно, но молодо, молодо, зелено. Но здесь, здесь Эдик, Эдик за этим журавлем немецким. Попробует пробловать крылышки. Давай, Буйвол, на третье место вышла Россия. Молодец, Латыпов, какая, господи, гонка. Выходим уже сейчас за последние метры дистанции за немцем. Латыпов, давай, Эдуард. Все, все сейчас немцы неистовствуют. Он миллион и телезрителей. Шольц уже прильнул к экранам канцлер. Все смотрят. Эдик, за ним теперь дышать, дышать, дышать. Легкие свои, Эдик. Подыши, подыши, подыши. Надо, надо психологически, надо его сожрать. Эдик, попробуй, Радимович. Ну, попробуй. Так, траектория отличная. Выходит вперед, выходит вперед Латыпов. На второе место. У немца сил не хватает. Да, мы понимаем. Без Бенедикта доля. Оглядывается. Сдался. Сдался немец. Сдался бронза для них за счастье. А у нас серебро. Серебро, как и накануне. Серебро с золотым отливом. Эдуард Латыпов выигрывает эту дуэль. У француза, у немца. Мы серебряные призеры. Седьмая гонка подряд. Браво, Латыпов. Молодец-то ты какой. Справился за стойки. Эдик, я в тебя всегда верил. Умница. Браво, парни. Молодцы, Россия. Мы вторые. Господи, и без сил, без сил. С возвращением, Эдик. С возвращением в семью. Родимый ты наш. Мы ждали тебя и дождались. Латыпов. Просто молодец.